привет всем ребятам понедельник погода по-прежнему не радует холодно опять в зимней куртки но потому что по-другому просто никак по-другому можно заболеть замерзнуть ну кстати да я даже не заметил ну ладно надо было одевать свою эту жарко жарко мне в этой вообще прекрасно куртки уже два года она уже потеряла объем поэтому она уже такая не сильно уж и теплое как раз для такой погоды самая топ в общем века попросила меня помочь и удалить канал потому что перебежали наши неадекватные шерепы на спать ближе или ты не хочешь он обижали наши неадекватные шерепы которые начали выписывать всякий всякий просто бред конечно же были и наши хорошие зрители которые писали ей слова поддержки были рады что она открыла канал вам огромное спасибо подписалась довольно таки быстро 40 человек да уже там было может уже подписывались увидели эти шерепы что ничего хорошего не будет века удалила видео хорошего в плане для них пообсирать как они привыкли как они это любят делать вот и века сказала что она будет открывать канал когда она вернется в украину когда будет безопасно когда все закончится и она будет вести только лишь украина язычный канал будет контент только на украинском языке она сказала что русскоязычная аудитория скажем так они просто не в адеквате по крайней мере те которые перешли к ней писали да это я только говорю за шереп хейтеров и и прочих а так конечно же есть много много хороших адекватных зрителей независимо от того на каком языке они пишут на русском на украинском на английском нет разницы просто в основном набежала куча вот таких вот вы я думаю вы меня поняли как то так я считаю что она сделала правильное решение смысл читать этих ненормальных она мне кстати даже говорила аня может не надо чтобы ваши эти хейтерши переходили оставлять ссылку я не думала что они бы все равно бы нас ли это на основании желчи с них выливается по-другому это не сказать и некуда некуда ее деть забыли что есть канал помойки куда можно прийти и в любой момент вылить все свое дерьмо короче такое что я до сих пор удивляюсь лучше люди реально тупорылы когда они говорят вот все такие а мы все знаем по закону но по-другому я не скажу потому что извините слова вы ни хера не знаете зато расписываю расписывали сколько комментариев вики посмотрела это просто ужас не знаете так хоть не говорите я всегда говорю вы когда пишете бред не понимая даже что вы имеете ввиду просто позорите себя а я все равно боже насти им все равно то что у вас там фотки нет фамилии мне это еще ничего не говорит во первую очередь когда даже вчера в эфире я удивлялась с одного там зрителя который прощался 20 раз но при этом писал сколько бреда на ужас да так что да потом через время настроиться захочет будет вести свой канал с нормальными зрителями понятно будут хейтеры но не думаю что вот такие ну сто процентов сто процентов но ты же не говоришь солнечко солнечко уйди да ну почему наверно силе ну как силе такие пластинки 469 мы сегодня планировали вообще поехать на эти стюльпановые поля но нам придет марина нужно там будет кое-что заполнить поэтому мы сегодня никуда не едем будем ждать ее а завтра возможно если дай бог будет хорошая погода туда уже туда поедем поснимаем вам видео я думаю там очень будет красиво и интересно да наста постирала крышевки они стали маленькие расходить их надо на она у меня эти тоже но не сильно не так как у тебя очень интеллектуальные беседы про не знаю что нибудь о себе что подписывайтесь на мой старом канал инстаграм страничка сегодня займусь видео одним будет очень увлекательно это увлекательный аттракцион конечно немец прям ее и уважал и хвалил постоянно даже в ее видео появлялся в инстаграме и что она с чем-то закончилась на видео вообще она раскрутила свою страничку кстати очень сильно в инстаграме молодец она работала у немцы коренного немца мытья окон там такие окна прям огромные окна она там залазила на стремянку на лестницу это очень тяжело она снимала эти видео умничка молодец вообще и она работала вот пару месяцев но как приехала там все было идеально хорошо все потом что случилось случилось так что получается что-то не понравилось секретарш секретарши этого начальника была секретарша которая давала там какие-то указания что и как делать и я как поняла что вот эта девочка супер и что у них работала что-то она сказал а жена а про осень старше сказал про отпуск что-то часто берешь в отпуск она была в шоке удивлена говорит какой раз в году я взяла отпуск неделю первый раз украину и неделю венецию на съездил первый раз говорит о чем ты вообще говоришь потом когда остальные берут по месяцу и так далее потом еди сделали замечание за то что на рабочее время ходит курить она говорит блин это был был перерыв это раз и с начальником я спокойно почему-то до этого выходила курили вместе до этого оговаривалось что можно выйти покурить она говорит другие то как она говорит то как я пахала другие как раз таки ходили ни хера не делали по другому не скажу и курили и конечно в итоге ей запретили даже есть на работе есть запретили на работе в 12 часов дня хотя работа начинается с самого утра но я поела перед выходом на работу конечно я в 12 часов захочу что-то перекусить это вообще не нормально что нет паузы нет перерыва как это так это что вообще за арабский труд такой я вообще была шокирован хотя до этого все было нормально вот так просто кто-то что-то стуканул что якобы не нравится что-то про отпуск она сказала что она сразу поняла что это все из-за отпуска такие коллективы есть и все хозяин этот сказал и потом она говорит я к нему подхожу типа он сначала утром улыбался потом уже днем когда я работала я с ним там ходила говорила он уже так недовольственный и потом она говорит ну скажите мне уже прямо в лицо что что у вас там учит почему она говорит это из-за этой женщины что она сказала про отпуск он такой речь не о ней речь о тебе речь о тебе ты плохо работаешь она была шоке ты вообще никто короче там такой она была в шоке просто шокирована вы видели как я не работаю постоянно пахает реально конкретно она говорит если другие стояли реально курили то я за всех их пахала ну по ней было он это знал он это знал и не знаю ну видимо секретарши они там прям хороших отношениях с этим хозяином я не знаю поэтому такие ситуации тоже она была шокирована жалко и плакала на видео как доверилась до человеку который улыбался говорил про неё каждый день что ты молодец хорошо работаешь здесь никому нельзя доверять вообще никому нельзя вместе с ним снимала я смотрела еще так говорю может раньше говорю пускай по глазу да вот человек улыбчивый хороший оказался в один миг вот вот так просто показался истинное лицо и в итоге конечно она ушла после этого все сказала нет я знаю что здесь вообще никому нельзя доверять все друг на друга хотят что-то нас придумать это все за немецкого она отлично знает немецкий научилась параллельно и разговаривает хорошо просто изначально семья большая вот и решили она пошла на работу мужа я не знаю короче такие дела я тоже бываю ой тяжело так держать телефон и все пошли нам надо спасибо ребята за просмотр этого видео ставьте лайк подписывайтесь кто не подписан пишите что вы думаете по поводу всего этого и опять-таки хейтеры успокой